Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт. Вот этот. Это первый компьютер, номер один, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача пошататься по всему миру, найти самое лучшее. То, что мы не можем создавать какие-то там процессоры, пока программные обеспечения и так далее. Самое лучшее. И создать этот компьютер. Честно скажу, в нем меньше 20% сегодня около 12 белорусского. К концу года будет 30. Но важен сам факт. Вы его потом можете пощупать. Если вам не сказать, что это создано на нашем телезаводе «Горизонт», пощупав его, вы бы не сказали, что он создан в Беларуси. Это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал. У нас есть люди, которые, как американцы когда-то мне сказали, когда я создавал парк высоких технологий, умеют творить невероятное. Выступая тогда на совещании у меня, американский специалист поднялся и говорит, если вы хотите что-то создать, типа IT-технологии, что тогда было лет, наверное, 15 тому, может, 12 тому назад, что хотите что-то создать, пожалуйста, можно во многих странах мира это сделать. Если вы хотите создать, а я-то его цитирую, я запомнил это, навсегда запомню, что-то великое, поезжайте в Индию. Но если вы хотите создать что-то невероятное, приезжайте в Беларусь. Мы только-только тогда начинали создавать этот парк высоких технологий, только-только думали запустить свой искусственный спутник, Земли в космос и так далее, и тому подобное. И тогда наши ребята себя очень серьезно зарекомендовали, и мы немало сделали. В том числе и это, я уверен, что это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов. Вы можете сказать, ну понятно, тут же еще и импортная составляющая. Так я вам должен сказать, что во всех самых лучших компьютерах нет полностью комплектующих этих запчастей, от железа до мозгов, только одной страны, допустим, США. Нет. Одно сделано на Тайване, микроэлектроника. Железо сделано в Америке. И наши мозги в этом компьютере тоже есть. То есть это собрание сочинений всей планеты. Такие вещи суперсовременные не делает ни одна страна. И не потому, что американцы не могут это сделать, к примеру, американцы или же китайцы. Нет. А потому, что в этом нет никакой необходимости. Наука весьма интернациональна. И то, что создает наука, это тоже является интернациональным продуктом. У вас возникает вопрос. Ну к чему же это на этом уроке президент вот это все перечислил от зерновых голосовых до суперкомпьютера. Кстати, суперкомпьютер мы с россиянами тоже создали. По-моему, три или пять их уже выпустили. И они нормально работают. Уже без посторонней помощи. К чему я это все? Уважаемые друзья, вот сидящие передо мной и те, кто меня слышит. Таким образом, наш народ, мы с вами пишем свою историю. Продолжение следует. Продолжение следует...